Всем привет, дорогие мои подписчики! В этом видео мы соберем с вами компьютер, используя современное железо. Вся эта сборка с магазина обошлась мне в 1000 евро примерно, но эта сумма не точная, так как бывают акции, скидки и прочие вещи. Она может быть больше в зависимости от того, где вы живете. Блок питания в нашей сборке от компании Chieftec. Это неплохая модель GPS600A8, имеет сертификат 85+, и все нужные провода. Два диска в нашей системе будет. Первый на 1 терабайт от Seagate, модель Barracuda. Этот диск будет использоваться для тяжелых игр. Второй это SSD на 240 гигабайт для системы и пару игр. Оперативной памяти у нас 16 гигабайт DDR4. Две планки по 8 гигабайт от Team Group, модель Vulkan. Частота памяти 2666 МГц. Материнская плата на сокете 1151. Материнская плата от компании MSI, модель B360M Bazooka. Эта плата очень хороша за свои деньги, имеет все современные разъемы, хорошие радиаторы охлаждения, умеет разгонять память и выглядит как по мне отлично. Процессор в нашей сборке Intel Core i7-8700. Процессор имеет 6 ядер, 12 потоков и частоту в бусте 4,6 ГГц. Отличный процессор на архитектуре Coffee Lake. За свои деньги я считаю это неплохим вариантом. Изюминка в нашем торте видеокарта от компании Nvidia, модель от компании Inno 3D RTX 2060 на 6 гигабайт. Видеокарта имеет 1 8-пиновый разъем, построена на архитектуре Turing и имеет технологию трассировки лучей. В целом это неплохая довольно сбалансированная система. Цены могут быть разными в зависимости от вашей страны. Проверим популярные онлайн игры и пару тяжелых проектов. Видео записывалось при использовании видеокарты. Без записи видео будет на 3-5 кадров больше. Первая игра на нашем тесте будет CSGO. Очевидно, что в этой игре у нас будет много FPS. Игра старая и может запуститься даже на телефоне. Настройки ставим на высокие и Full HD разрешение. Играем на карте DAS 2, режим 10 на 10 игроков. В среднем мы имеем 270 кадров. При этом процессор нагружен всего лишь на 30%. Видеокарта нагружена на 60%. Видно, что игра умеет работать только с тремя ядрами. В этой игре, я бы сказал, наша система просто отдыхает. Никаких лагов или подвисаний мы не имеем. Время кадра и график кадров выглядит отлично. И это напоминает высокие настройки. На низком разрешении низких настройках будет еще больше кадров. Вторая игра на нашем тесте будет Fortnite. Все настройки на эпические, то есть самые высокие в игре. Разрешение ставим 1920 на 1080, то есть Full HD. Игра умеет нагружать потоки, но лучше всего работает также с тремя-четырьмя ядрами. Средний FPS мы имеем 130 кадров. Минимальный FPS был 101, что по мне очень даже хороший результат. Видеокарта нагружена на 96%. В свою очередь процессор отдыхает всего лишь на 35%. Как по мне, то для 144 герцовых мониторов этого достаточно. Но как и в CSGO, в Fortnite мало кто играет на эпических настройках. Так что поставив на настройки средние, можно увидеть 150 и больше кадров. Что более чем достаточно для Fortnite. Никаких подвисаний или проседаний я также не заметил. То есть наша система хорошо справилась с этой игрой. Следующая игра на нашем тесте это Apex Legends. Хоть и написано, что для игры хватает процессора i3, но игра тем не менее очень требовательная. Ставим настройки на самые высокие Full HD разрешения. Средний FPS мы имеем 90, минимально 65 кадров. Надо понимать, что в этой игре FPS очень рандомный. Он может взлететь до 120 и выше и просесть до 60. Видеокарта при этом нагружена на 95%. Процессор нагружен всего лишь на 40%. Время кадра и график кадра смотрится очень хорошо. Никаких подвисаний или лаголов, то есть лагов, также не ощущается. Но что-то мне подсказывает, что мало кто играет в эту игру на высоких настройках. Убежден, что если скинуть настройки, то можно выжать 150 и больше кадров. Но лично мне и этого результата было достаточно. Следующая игра на тесте это PUBG. Игра, которая очень странная, ведет себя с любой системой. Но скажу честно, тут я был приятно удивлен. Настройки ставим на Ultra и Full HD разрешение. Видим, что потоки она нагружать не умеет. Работает только с шестью ядрами. Процессор нагружен всего лишь на 35%. Видеокарта, в свою очередь, нагружается на 97%. Средний фпс у нас 97% и минимальный 70%. Что, как по мне, на таких настройках выглядит довольно неплохо. График кадра, с которым обычно проблемы в этой игре, также выглядит неплохо для PUBG. Время кадра невысокое, игра отзывчивая. Никаких подвисаний или лагов не замечалось. Но опять же, у нас идет запись плюс ультра настройки, на которых мало кто играет. Обычно на средне-высоких играют. Так что наша система хорошо справилась с этой игрой. Следующая игра на нашем тесте будет GTA 5. Настройки ставлю на самые высокие и Full HD разрешения. Включил всякие сглаживания и DirectX 11. Игра вроде хорошо работает с процессором. Средний фпс мы имеем 90%. Минимальный опускался до 66%, но редко. Максимум видел больше 100 кадров. При этом процессор нагружен всего лишь на 55%. Видеокарта доходила до 97%, но редко. График кадров, посмотрите, почти идеально ровный. Никаких подвисаний или лагов не замечалось. Время кадра также очень хорошее. Для одиночной игры такого типа этого хватает с головой. Картинка выглядит хорошо и игра идет бодро. То есть с этой игрой наш процессор справился на ура. Следующая игра на тесте это новый Far Cry. Настройки ставим на Ultra и Full HD разрешение. Включаем бенчмарк тест игры. Надо понимать, что в самой игре будет больше кадров. По окончанию теста мы имеем такие результаты. Минимум 53 кадра. Средний фпс мы имеем в районе 92%. Максимально доходило до 124 фпс. Это все на ультра настройках, я напоминаю. При этом шла запись с видеокарты. Она была нагружена у нас примерно на 97%. Процессор в свою очередь всего лишь на 40%. То есть игра к GPU интенсивна. Никаких подвисаний я не заметил. Был один небольшой фпс дроп до 53 кадров. Но это бенчмарк. В игре такое вряд ли будет. Как по мне система отлично справилась с этой игрой. Последняя игра на тесте это Тени Том Райдер. Я очень хотел использовать в игре DSLR. Но к сожалению не очень понял как это делать. Настройки ставим на высокие. Также включил функцию HbAO+. Которая я надеюсь и есть DSLR. Запуская бенчмарк игры в ускоренном виде. Также не забываем что запись идет с видеокарты. Да и в самой игре будет больше кадров. По итогу мы имеем в среднем 82 кадра. Что как по мне очень даже достойно. Даже если DSLR не работал в моем случае. Картинка выглядела очень красиво как по мне. Процессор был нагружен на 80%. Видеокарта нагружалась на 98%. При этом сильных зависаний или лагов не замечалось. Было одно небольшое проседание по фпс. Но это было незначительное проседание. В целом в самой игре и без записи видео все будет хорошо. Так что новую ларку на ультрах наша система затащила. Спасибо всем за просмотр данного видео. В плане цена производительности я считаю это неплохая система. Вы можете поиграть в современные игры на ультра настройках. В разрешении Full HD и не бояться за фпс. Но как видим тут все упиралось в видеокарту. Процессор готов работать и с более мощными видеокартами. Не забывайте подписываться на соцсети. Пишите комментарии и ваши мысли. До новых встреч и пока. Продолжение следует...